Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем курс эфиров о домашних и аюрведических методах аюрведы. Сегодня мы поговорим о нашей главной железе, то органе, без которого жизнь невозможна. Мы можем прожить с одной почкой, мы можем жить без селезенки, без желчного пузыря, но без печени мы прожить не можем. То есть современные даже исследования подтверждают, что более 500 процессов происходит в нашей печени. То есть печень это наша главная печка, которая ответственна по аюрведе вообще за пищеварение, за все процессы трансформации, которые происходят в нашем организме. То есть она перерабатывает этот огонь, он расщепляет пищу, которую мы употребляем до тех состояний на первоэлементы, до тех состояний, когда она может усвоиться и стать нашим организмом. То есть если плохо работает печень, то даже если вы будете кушать там самую лучшую еду, вот самые лучшие там препараты какие-то, ну они просто не будут усваиваться. Вот одно из таких примеров, например, при холестерине назначают лецитин, рыбий жир, но они просто, если печень работает плохо, они просто не усваиваются. Печень это самый огненный орган нашего организма. И вот в аюрведе человек как бы разделяется вот на три части, вот до пупа, это считается часть, которая склонна к болезням ветра. От пупа где-то до солнечного сплетения это находятся органы и часть, которая вот болезней, чаще всего вызывается болезнью огня. То есть вот тут вот все варится, то есть вот тут вот как раз вот все горит и перерабатывается. И верхняя часть, которая от верхнего восплетения, как правило тут больше болезней от застоя, ваты. То есть мы вложим там сопли, воспаление легких, бронхиты, вот все такие вещи. То есть и соответственно, так как находится это в этой части огня, то как правило печень склонна и к болезням огня. То есть тот же гепатит это воспаление печени. И этот гепатит, который в той или иной скрытой форме или не скрытой, он присутствует очень многих. Чем он вызывается? То есть он, понятно, самые страшные факторы это вирусная составляющая, это там вирусы гепатита B, C, A. То есть это наиболее такое вот вредоносное и разрушающее печень. Но так же печень может нарушаться просто даже если мы будем есть что-то не так. И одно из правил, которые я услышал от своего первого человека, который меня познакомил на самом деле с Айурей Бедой в 96 году, он говорит, пец печень, вот если у тебя, у меня проблемы с печенью, так что я говорю, вот какие-то были, которые я говорю реализованы, хотя вот печень надо поддерживать всегда, то вот надо запомнить вот такое жожж, жирное, острое, жареное. То есть вот с этим надо как можно меньше или лучше вообще попрощаться. То есть мы должны уравновешивать огонь, то есть как правило печень, она перегревается. То есть вот все возможные токсины, экология, химические лекарства, ну вот просто неправильная там фастфудовская еда, та же жареная еда, то есть она может приводить печень именно в воспаленное состояние. Также, конечно, это алкоголь, вредные привычки, потому что вот алкоголь сам по себе, особенно крепкий, то он это как бы концентрированный огонь, и то есть вот он, когда соприкасается с нашей огненной печенью, то есть которая его перерабатывает, как в принципе и все поступающее, то есть она проспаляется еще больше. То есть петь, основная забота о печени, это забота о вашем огне, который... Вот в аюрведе есть такое выражение, насколько вот молод и силен ваш огонь, настолько молоды и сильны быть, то есть ваш организм. И вот можно, соответственно, сделать такое продолжение, насколько, так как огни в основном зависит от работы печени, то есть насколько сильна ваша печень, насколько она здорова, насколько вот вы ей помогаете, насколько вот слажены работы весь ваш организм, потому что работы печени, оно... Нет, наверное, такого отдела в этом теле, которое бы не было связано с работой печени. Например, оканчивая там от волос, то есть, например, там при плохой работе печени могут быть там нарушения там окраса или выпадения волос, также оканчивая там, например, ногтями, то есть если плохо работает печень, там плохо растут ногти. То есть вы понимаете, от самого верха до самого низа печень откасается вот всех, всех процессов, происходящих в организме. Вот приведу вот такой пример, что как оно может отражаться. Вот недавний совсем случай пришел мой хороший товарищ и говорит, вот у меня болит сердце, какие-то жжения, то есть вот какие-то вот неприятные ощущения. И вот он ходит на кардиограмму и там показывает, вроде бы, все нормально. То есть нет никаких-то таких патологий, которые бы могли вызывать такие процессы. Вот и ему дают какие-то таблетки, ну лучше не становится, становится еще хуже. И когда вот он попал на консультацию к нашему доктору, то сказал, говорит, ну мне потом рассказывают, у него больная печень. Я просто для себя интересовался. Ему надо урегулировать работу печени, остудить печень, то есть вообще привести в порядок, в порядок вот всего пищеварения, и вообще работу всего организма, и у него это нормализуется. И действительно, буквально через неделю он ко мне звонил, принимая больше печеночные средства, чем сердечные, и говорит, все вот выровнялось. То есть печень, просто этот огонь, он просто как бы передавался на сердце. И это подтвердят и китайские врачи, и кибетские. Но, к сожалению, так как современная медицина рассматривает человека по органам, то есть она не видит этой просто связи, даже логическим путем, который можно увидеть. Какие еще важные факторы? Печень ответственна за наши эмоции. И если у нас больная печень, то у нас будут и болезненные эмоции. И, как правило, если это огонь, если это горячие эмоции, то, ну, если это там, где горячут, это будут как раз ответственность за горячие эмоции. И, например, тут такая связь, например, когда у человека больная печень, у него, как правило, будут какие-то нарушены именно эмоциональные сферы. То есть он будет более вспыльчив, более гневлив, там, более раздражителен, там, ну, вот такие вещи. В то же время, если он по своей природе, по своим энергиям, в которых он находится, по своей жизни, то он будет этими эмоциями влиять на свою печень и разрушать. То есть вот это все, все вот связано. Еще раз подтверждение, что это не просто что-то связанное, это одно целое. То есть наше психоэмоциональное состояние и вот наше физическое тело, и вот как оно влияет, это вот печень дает понять лучше всего. Что? И, например, есть такое, вот в алюбидических текстах написано, что печень, она ответственна за смелость, уверенность, целеустремленность. И вот если у человека больна печень, то вот у него не будет этих качеств. И иногда ты видишь человека там, ну, полностью там зашлакованного, и вот у него в жизни все не идет, и он там ходит на курс уверенности, а ему может печень надо почистить, и все, его сразу уверенность, она обретется естественным путем. Просто вот нет огня, а огонь это все, это огонь нашего зрения и огонь нашего ума. То есть оно все передается. Например, что еще, какие примеры болезни, которые связаны с печенью. Например, при болезни печени может быть подать зрение, потому что это тоже огненный орган наши глаза, и вот оно связано. Также вот могут быть проблемы именно с мужской половой системой, тоже реализовано, говорю, то есть пока работа печени наналжена, то есть очень трудно будет бороться с какими-то простатитами. То есть этот огонь, он будет распространяться везде. То есть вот если гепатит, этот излишний огонь печени, он будет постепенно выходить, этот жар за пределы печени, и будет просто передаваться на всю вот, на всю вот брюшную полость. То есть надо людям, которые склонны к заболеваниям печени, им надо очень осторожно быть с горячим. То есть горячим вообще, что сюда относится? Это горячая погода, то есть ему, вот я, например, у меня конституция ПИТа преобладает, то есть вот я, например, в очень жаркое время, в очень жаркие страны не езжу, потому что я просто там очень плохо себя чувствую. То есть вот надо себя беречь, надо себя остужать. То есть люди вот огненной, скажем, конституции, хотел сказать, породы, вот действительно это как бы породы людей, вот которые есть, кто-то, и вот как раз конституция огня, это люди, которые движут на самом деле этой планетой, те вот двигатели прогресса. Ну так же и не сгорают. То есть что они делают? Почему они часто умирают молодыми? Потому что вот они перегреваются. И вот ПИТа, она должна помнить, что надо себя остужать. И вот что хорошо? Это хорошо плавание для людей, то есть из физических нагрузок, то есть это самое лучшее, это плавание, это прогулки в прохладной погоде, вообще прогулки вечером хорошо, это вообще просто прохладный душ делать почаще. И вот, например, в жаркое время исключить горячие напитки. То есть вот это мой доктор, я не представлял, как это исключить, чай, который я люблю попить. Ну вот, надо их исключить, потому что жар, он увеличивает жар подобное, увеличивает подобное. Вот, что хотел, какой один из основных показателей, то есть нарушений в работе печени, это определенная слабость при вроде бы ничего не болит. То есть вот когда вот, и люди тоже ходят, сдают анализы, и все нормально, и УЗИ все хорошо, все вот. А какие-то проблемы, то есть уже нарушения в работе печени. Ну, это могут показать и печеночные пробы в какой-то степени, ну, то есть если сдавать полным смыслом, ну, полным спектром. Ну, также вот врач аюрведической медицины, то есть он сразу по пульсу, по осмотру, внешнему осмотру, он определит, что у человека нарушена там питта, доша, то есть стихия огня, и выдаст именно правильные рекомендации. Вот. Что еще вот, всевозможные часто вот и язвы, и гастриты, и какие-то несварения, и колиты, и все они просто вот связаны с нарушением работы печени. То есть вот в нашей практике очень долго было, когда там разные патологические процессы происходили у человека в животе, и когда налаживалась работа печени, то нормализовалось все. Потому что если будет несварение, за которое вот, соответственно, печень, то, соответственно, будет там бродить все и в кишечнике, будут и колиты, и будет вздутие, и все вот какие-то нарушения. Так. Значит, сказал про алкоголь. Печень вообще самый терпеливый орган, который вот, он, выносливость его просто колоссальная. Ну, разве таким красавцам, как мы, что-то может устоять? То есть нет, мы вот испытываем ее по полной. То есть и просто вот то, что происходит в современном мире, то есть вот врачи Айрведы старого, то есть они на самом деле предугадать даже не могли, что вот будет такое происходить. Но все равно, то есть Айрведа милостивая дает возможность восстановиться всем. И это могут быть как и натуральные. Мы постепенно перейдем к методам, к всевозможным средствам, которыми можно нормализовать работу печени. И часто это бывают простые такие средства. У меня здесь нету. Например, как покушать алоэ. Вот лично я, когда я чувствую, что вот где-то вот моя пита, это стихия огня вышла из равновесия, и это как-то вот на печени какой-то вот у меня это какой-то там повышенной потливости, какой-то повышенной нервозности, повышенной возбудимости, например, неприятие теплой горячей температуры. Вот все, вот я чувствую, что вот огонь вышел из равновесия. Вот как я привожу себя в порядок, это алоэ. Я рекомендую всем печеночникам, а их на самом деле очень много, то есть вот вы себе в ассортимент алоэ. У меня есть один из прямых эфиров, где я полностью разбираю это прекрасное растение, то есть это которое остужает и убирает много-много воспалительных процессов во всем нашем организме. Например, есть такая замечательная спиция, как барбарис, очень хорошо. Вот есть вот как куркума, вот из специи мы перейдем, это на первых местах куркума. Ну, куркумой вот при... надо быть летом, надо быть осторожным. Куркума больше подходит зимой, весной, вот, ну вот пока не начало жаркое лето там. Вот хорошо кориандр, хорошо кардамон для печени, то есть это... И вот неплохо, хорошо, то есть это такие специи, которые имеют у себя... То есть они не сильно разогревающие, вот фенхель. А других острых специй, например, как перец, как, ну, ну, разные виды перцев, то есть и, например, даже тот же имбирь сухой, то есть при болезнях печени лучше отказаться. Вот еще куда ни шло мог бы подойти там корни имбиря, то есть он еще подходит. И жирок, то есть жирное, острое, жареное. Я снова напомню, что вот жирное, то есть не очень хорошо. Самое, конечно, плохое, это растительные жиры, но для, снова, вот, масла гид, для печеночников лучше всего, это, конечно, масла гид. То есть вот оставить, потому что оно действует... Это от вединых жиров, которые охлаждают, то есть вот в небольших количествах, вот, очень благоприятное для печени. Также вот из таких продуктов, я сразу вспомнил, что благоприятно, есть такой горошек маш, вот, он такой зелененький, он бывает на всех рынках, вот, вот, его, правда, перебирайте, потому что я пару раз сломал зубы, просто там наши азиатские друзья иногда не сильно хорошо его чистят, вот, то есть вот это тоже, это как нектар для печени. И мой следующий эфир будет там про монодиету, я расскажу о каше кичри, которая чистит весь организм. Вот, дальше, друзья, то есть из наших средств, что еще хорошо, это корень одуванчика, репешок, есть такое растение волатушка, то есть это такие, они как травы, которые вот охлаждают эту печень. А какие вкусы хороши, какие надо исключить? Исключить надо те вкусы, которые разогревают, которые больше вот нагружают, поднимают эту стихию огня. И это какие-то у нас, это соленый, острый, кислый, то есть вот эти вкусы надо сократить. То есть если у вас проблема с печенью, то есть надо их как можно меньше. И какие самые лечебные вкусы для печени? Самый лечебный вкус это горький. И многие травы, которые вот для печени предназначены, например, там, гудучи, например, ним, это очень горькая трава такая, это дерево, ним. Вот, например, кумари, это вот как раз то алоэ, например, там, амалаки, бринградж, пунарнава. Это вот все травы, которые имеют горький вкус, которые урегулируют. Вот. Так, что, вот, так как у самого была проблема с печенью, сразу в свое время обнаружил там и все-все-все, начиная там от вирусных гепатитов, включая там уже сталь, определенную стадию фиброза, то я вот этот путь проходил, вот просто проверял это все на себе. И такого разнообразия печеночных препаратов, и такой выбор, и такого качества, то есть вы, я вам, вы не найдете нигде, не то, что там в Украине, нигде в западном мире, там, за территорией Индии. То есть это все пришлось объездить тысячи и тысячи километров, десятки перелетов для того, чтобы выбрать самое лучшее. И вот эти препараты, это их можно купить только у нас в России. То есть больше, больше нигде. То есть скажу слово о препаратах, потому что есть препараты, которые, вот я люблю приводить в пример, например, трифалу. То есть очень хорошо для печени, оно заодно, ну это не конкретно для печени, это вспомогательное средство, которое чистит кишечник. Кишечник, вот, и, например, трифала в Индии может стоить там 60 рублей, может стоить там, это где-то долг, там чуть меньше, может стоить 120 рублей, может стоить 200 рублей. И то есть, а может стоить 40 рублей, то есть, понятно, и все это трифала. И какую, как правило, берут люди, те, которые продают там на других сайтах, самую дешевую. И, по сути дела, они во многом дискредитируют Айурведу, потому что вот те попсовые препараты, которым заполнен наш рынок, то есть это, это не о чем, одним словом. Конечно, там есть тоже какие-то вещи, которые более эффективны, но это совсем не то. И вот направленность росы, как раз то, чтобы представить, вот, самое лучшее, как и в Айурведе, так и в других традиционных медицинах, как тибетская и китайская. Вот, что акцент, это вот премиум препарат, камиларий, его можно увидеть только в Южной Индии, в штате Керла, это оттуда этот производитель, который мы представляем на Украине и вообще вот в Европе. То есть вот этот препарат, который вот, как бы, он универсален, он вот занимает, восстанавливает, восстанавливает вообще структуру печени. То есть вот часто какие-то болезни, они уже сделали какие-то нарушения, например, вирусные гепатиты. И даже вот современная медицина, она тоже сширпнула очень высоко, и вот в современной медицине самое эффективное, у кого, например, вирусный гепатит С, то я говорю сразу, не стоят никакие травы, ничего. То есть есть такие, сапузбувир, дактилосфир, вот есть такие вещи, которые вот лучше покупать где-то, ну вот не в Украине, чтобы это было дешевле, или в Индии, или в Египте. Вот лучше гепатит С лечить этим. Но часто после вылеченного гепатита у людей остаются фиброзы, даже циррозы, то есть надо что-то с этим делать. И как раз вот тут аюрведа как ничто лучше, то есть она способствует и питанию, и очистке печени, и вот полностью вот структурному изменению. Потому что вот что может предложить современная медицина, то есть фосфолипиды, там какие-то аргинин, то есть еще какие-то там вещи. Как правило, ничего эффективного, то что бьет в причину, то есть что убирает в корень болезни, то есть ничего такого нет. Вот, есть из этой серии компания Nupal, есть замечательное средство геппин, которое помогает, если есть вирусный гепатит, например, он не сильно проявлен. Или вирусный гепатит B, то есть если, например, с C современная медицина справилась на 5 с плюсом, то, например, с гепатитом B по-прежнему эта проблема существует. И треть гепатитов это, наверное, гепатиты B. И вот в аюрведической медицине, в природе есть такое растение пхумиамалаки, вот, это то, что можно по-английски вбить, пхумиамалаки, гепатит B. И то есть есть реальные исследования американских ученых, которые вот исследовали пхумиамалаки и показали, вот, как написано в этом исследовании, это самое эффективное растение для борьбы с гепатитом B, пхумиамалаки. Ну, оно, как правило, содержится вот в какой-то, ну, в разном процентном соотношении, вот, например, оно в гепине содержится. Третий препарат, экстон, это он больше для желчного пузыря, есть такой, который разрушает любые камни, то есть вот он делает нашу желчь, кровь вот более, вот, такой, жидкую, и они очень хорошо разрушают камни. И левопорты, это просто при каких-то пищевых нарушениях, просто, просто каких-то алкогольных излияния, неправильной еды, там, вот, вот, так как-то вот для восстановления, потому что надо бороться, то есть гробить мы все можем, а бороться, помочь печени, то есть это вот у нас проблема, то есть у нас культуры такой нет, у нас только гроби. Вы знаете, вот я сколько общался вот с японцами, американцами, ну, у них эта культура давно, то есть вот у каждого американца второго, там на столике, там какие-то, как минимум, омега-3, это как минимум. То есть какие-то такие присадки, вот, которые надо для нормальной работы организма. Ну, никакая, никакой батон не сравнится с аюрведой, которая не просто борется с следствием, а убирает причину. Замечательная трава, это вот другой производитель, гудучи, это вот такой, назначают многие мастера аюрведы, вот в Индии, то есть для нарушения работы печени. Одна из проблем печени, это жировой гипотоз, и, который вот устраняется очень, очень сложно. И вот как раз тут вот эти аминокислоты, то есть в основном современная медицина борется за аминокислотами, потреблением аминокислот, но, ну, это так, так, так. То есть как дополнение, то есть, например, я когда лечил, то есть я их тоже употреблял, но так, чтобы это было какие-то изменения, или там от того же эссенциалия. Вы знаете, я в свое время, когда начинал изучение, ну, вот, лечение печени, то есть я, наверное, эссенциалия съел там на автомобиль целый, то есть я его ел, ел там, и больше. Я вот, честно, по анализам, которые я сдавал каждый месяц, я не увидел никаких изменений. То есть в этом вы увидите, потребляя июрведу, вы увидите, то есть изменения достаточно быстро. Вот. И для жирового гепатоза, вот, есть такое, такие средства, как навокогугун, вот, и метахаргугун. То есть они очень похожи, кажется, это даже одно и то же, просто разное название. То есть это такое-то древняя формула, как раз потому, что переедали и в то время, и вот это как раз больше проблема двойная, не просто воспаление, не просто огня, а застоя. То есть когда у нас избыток и огня, и избыток воды, капха, доши, то есть вот этого жира, вот, то у нас получается вот жировой гепатоз. И вот тут надо как раз такое вот легкое, горячее, то есть вот можно, то есть вот гугулун горячий, и вот очень эффективно борется. Орогия в артхине, это старинная формула, которая переводится как уносящая болезни. Вот. И это орогия в артхине, ну, то есть нет, ну, практически назначается при всех серьезных, серьезных болезнях, когда уже пошли там и фиброзы, когда пошли уже и, ну, и более серьезные нарушения. Вот. И орогия в артхине, она вот лучше всего для восстановления вот структуры печени, всей, и, ну, вообще, вот и переваривание, и всего-всего-всего. И для желчевыделения, она как раз вот это, она успокаивает, она как бы осуждает печень. И также она действует очень положительно на все наши эмоции. То есть вот когда мы лечим печень, как правило, вот этими вкусами, этими препаратами, мы замечаем, что мы становимся спокойнее. И вот, вот эта нормализация психоэмоционального фона, то есть это одно, как из условий успешной терапии болезни печени. Потому что если вы будете кушать вот все вот это, но будете, как дракон, сжигать своих близких или подчиненных, то, как правило, битые, это вот часто руководители какие-то, вот, и это вам не поможет. То есть этот огонь, который вы, например, какой-то травой вы успокоили его, привели в баланс, вот, ну, только вот вы выехали на дорогу и там рассказали, как вы что-то о ком-то думаете, то это все, эффект этих трав сведется на нет, вот. Так что чините себя и тут, и тут, вот, дорогие друзья. Есть такая же компания, у нас новая компания, Holistic Herbalist, которую представляем вообще, вот, в Украине тоже только мы. И вот она тоже разработала замечательную формулу, как говорится, аюрведа для здоровых, для людей, которые, вот, чувствуют, что им надо поддержать печень, потому что, например, многие кожные болезни, там, тоже вот вызванные печень, многие какие-то, там, где везде, где связано какое-то воспаление, то есть, где связана, вот, как кислая, густая кровь, то есть, вот, надо по-любому именно как-то вот воздействовать на печень. И вот, аюрнормалиф, это как раз формула для людей, которые хотят, чтобы их печень всегда работала хорошо, чтобы печень, соответственно, также за окрас кожи, за вообще здоровье кожи, то есть, ну, невозможно быть с красивой, сиряющей кожей, ну, с больной печенью. Так что, вот, особенно женщины, возьмите к себе это на заметочку. Есть у нас такие вот настои, тоже, махатикта гритам, понарнаваде квадх, это махатикта квадх, я прошу прощения. Значит, это такие вот настои, которые вяжущий вкус имеют. Квадх, это обозначает то, что это вяжущий вкус. И второй по значимости и важности вкус для лечения печени, это вяжущий, то есть, первый горький, второй вяжущий. Сладкий тоже хорошо, но сразу сладкий надо чуть-чуть, потому что сладкий это самый тяжелый вкус, и вот он будет грузить печень, и печени не надо вот эти излишние, там, глюкоза, там, все хорошо в меру. Чуть-чуть надо, но немного, вот. Например, ним также хорошо при каких-то там паразитах, которые могут быть в желчном, в печени, то есть, это лучшее такое средство по борьбе, вот, для очищения от подобной гадости, всяких лямблей, там, и всего-всего-всего. Знаете, там, под дикадом, большое дерево нима, то там даже москиты не летают в Индии, то есть, оно настолько бактерицидное, то есть, настолько оно вот воздействует даже на окружающую среду. Вот. Ну, вот, вроде бы, друзья, ну, что вот, осторожно надо быть с баней, осторожно надо быть с какими-то тепловыми процедурами людям с болезнями печени. Так, еще есть у нас растение принградж, тоже вот очень хорошо. Ну, вот, запомните, это вообще принградж, вот, да, вот я его сюда выставил, это, который вот возвращает людей с циррозом. Ну, вот, вообще, аюрведа, вот, и мой врач говорит, если нету вот этой водянки, асцит, кажется, называется, все вот, то есть, вот, то, вообще, вот, аюрведа возвращает человека к жизни и делает его при соблюдении тех же эмоциональной сферы диеты, режима дня, и вот при препаратах, то есть, это, как говорится, гарантированный эффект. Ну, вот, дорогие друзья, чтобы ваша печень была здоровой, чтобы ваши эмоции тоже были умиротворены, спокойны, будьте здоровы, до следующих встреч. Следующий эфир будет посвящен чудесной каше кичри. Это уникальная система монодиеты по очистке, когда без усилий и мучений, голодания можно очень хорошо очистить свой организм, включая и печень. Хотел вот сказать по поводу очистки печени, друзья, вот, знаете, очистка печени, это очень хорошо, то есть, если у человека есть склонность к застою, но когда печень находится в воспаленном состоянии, ее чистить нельзя, потому что, как правило, вот эти, то, что вызывает вот это повышенное желчевыделение, оно поднимает питу еще больше, и когда мы туда запускаем, там, масло, там, лимонный сок, ну, многие знают эти разные чистки, я вот тоже как-то пробовал, но вот почувствовал как-то хуже после этого. То есть, вот, еще раз, то есть, если это застой, если это весна, то тогда вот такая очистка, она будет хороша. Если вы знаете, что там у вас нету крупных камней, вот, если это несоответствуемо этим трем требованиям, то чисто будет даже вредно. То есть, все надо по уму, все надо проявлять из времени, места обстоятельства, вашей конституции, время года, вашего возраста, все индивидуально. Так что, будьте здоровы. До следующих встреч.